посмотрим технологию ламп или идеологию ламп и ее основу это хтп сервер что такое идеология ламп вообще конечно это аббревиатура а наверное для людей из мира windows для тех которые работают на юниксе это не представляет вообще никакой особой идеологии суть такая что в свое время ну наверно на рубеже двухтысячных годов получил распространение дешевая технология активных веб страниц или сервер приложений большой спектр они работали в связке из языка приложений php personal homepage ну первоначально это простейший шаблонный язык был для того чтобы описывать свою домашнюю страничку а потом он дорос до вполне адекватного нормального языка программирования информация хранилась в базах данных простейшая база данных которая практически не требует администрирования на первом уровне естественно это mysql после покупки mysql ораклом она стала проприетарной и от нее форкнулась maria db это группа разработчиков mysql которые вышли из mysql и стали развивать свою базу данных ну естественно все это должно было крутиться на веб-сервере стандартным де-факто был тогда да и сейчас до сих пор остается это apache ну не сказать чтобы самый лучший веб-сервер но при этом он стал самым массовым сам известным и победитель получает все он стал самым распространенным веб-сервером но и по своей технологии поскольку он был из мира unix и на windows особо-то адекватно не работал но из-за архитектуры windows с тяжелыми процессами у нас он должен крутиться был поверх linux ну вот получилось ламп в результате были и сборки такие и комплекты даже под windows такие комплекты пожалуйста вы можете могли разрабатывать веб-приложения под windows но гонять их под windows было чтобы не совсем удобно веб-сервера это известная технология из баз данных помните у нас есть двух сторон не взаимодействие баз данных трех сторон первоначально веб-сервер веб-клиент использовали двухсторонние взаимодействия то есть клиент делал запрос веб-сервер выдавал информацию и потом перешли на трехсторонние то есть типичное взаимодействие с базой данных у нас идет клиент взаимодействует с базой данных посредством промежуточного сервера это веб-сервер который осуществляет и запросы к базе данных и осуществляет рендеринг и визуализацию информации ну и основным тут для нас на данный момент является веб-сервер хртп сервер ну и мы будем рассматривать самый распространенный попсовый вариант это апачи с хртп протоколом интересно следующее вы помните что для классического юникса все протоколы передачи можно представить как работающие поверх толнет то есть толнет это некое взаимодействие плейн текстовая передаются текстовые команды получаются ответы и так далее фактически мы с любым протоколом без скриптования могли работать через толнет сеанс на данный момент появилось направление что протоколы строятся поверх хтп то есть хтп стал некой заменой толнету при построении протоколов соответственно поскольку хтп более сложный протокол там у нас идут запросы в формате хтп не толнет и плюс к этому хтп поддерживает криптование опять же канал может криптоваться ну пример вот вам dhcp dns овер хтп протокол стал набирать популярность из-за следующих причин но главное это конечно криптование криптование мы подтверждаем источник и получатель и наверное на главное это то что невозможно в промежуточном на этапе прочитать запрос таким образом обходится часть блокировок контента с помощью данных запросов ну да и конечно безопасность криптования хтп создавался как протокол для передачи гипертекста он как раз возник в начале 90-х тогда был взрывной период развития разных протоколов например протокол гофер был такой это как бы гипертекстовое развитие фтп чем-то похоже на хтп значит он выдавал в виде результата дерево какое-то где лежали файлы которые файлы потом можно как-то с ними было работать просматривать редактировать хтп же был разработан для визуализации информации документации в церне и соответственно он выдавал сразу текстовую информацию потом картинки так далее и вот это вот более доступно обычному человеку представляю информации победила гипертекст был реализован крайне убого но по тем временам другого и не приходилось ожидать идеология проекта занаду которая собственно и продвигалась как гипертекстовый интернет слишком была нагружена слишком сложная и до сих пор полностью реализовать ее невозможно хотя в нее некоторые элементы проникают современный интернет унифицированный идентификатор ресурса ну что у нас тут это не обязательно относится к хтп это некое сетевое обозначение мы кодируем в начале тип ресурса а дальше задаем путь к этому ресурсу ну для удобства обработки то есть мы так семантику в строку описывающий ресурс добавляем есть разные вариации идентификаторов например такая такой вариант как урн унифицированное имя ресурса тут оно вообще хорошо тем что ресурс становится переносимым указывается на некий идентификатор который фактически указывает на запись базы данных а из базы данных мы получаем на современное назначение этого ресурса то есть где он находится ну таких есть вот просто урн это поддерживается реестром серверов унифицированных имен есть такой урн как дои который вы хорошо знаете это цифровой идентификатор ресурса он хранится в базе данных дои и указывает на определенную скажем статью программу ну любой ресурс при этом вы размещаете это скажем на сервере а сервер сможете перенести в любой момент заменив в базе данных указатель на этот ресурс то есть это сделано для того чтобы постараться избежать проблемы потерянных страниц итак у нас хтп клиент серверная архитектура у нас для вызова используется идентификатор ресурса и основной порт это который был присвоен хтп это восьмидесятый в принципе никто не мешает использовать и другие порты ну например исторически сложилось что хтп использует в том числе порт 8080 обычно разные аппликейшн сервера локально на таком порту работают в россии такой порт например использовался когда на восьмидесятом порту висела английская версия на 8080 русская версия тогда странички были не живые грубо говоря не переключался язык и просто на разных портах висела разная версия странички и так далее ну естественно у нас хтп задает сеанс он работает поверх тсп не всегда не всегда не всегда у нас последняя версия протокола хтп 1.1 и есть два чудесных протокола хтп 2.0 и 3.0 ну или хтп пополам хтп на 3 они не совсем являются развитием хтп 1.1 ну там у нас значит версии 0.9 1.0 и 1.1 достаточно большое развитие для функциональности хтп пополам и на 3 это не развитие функциональности это некая переработка данного протокола для того чтобы они работали не поверх тсп а поверх одпи естественно как мы обсуждали для улучшения транспортных услуг мы фирмы предпочитают не реализовывать новый протокол а как бы не транспортный протокол новый реализовывать а изменять протокол прикладного уровня который внутри себя будет держать этот транспортный новый протокол и работать поверх самого тупого протокола удп значит хтп у нас достаточно развитой протокол он у нас используют несколько типов серверов обычный хтп сервер апач как мы сказали это у нас попса лайт хтпд легкий достаточно сервер не взлетел не взлетел развивался очень сильно но потерял свою долю сервер гинкс очень интересный взлетел за счет своей тупизны то есть он первоначально был крайне примитивный использовался как идеологически как скажем сервер для каширования некий то есть на него выдавался столько статический контент а он с ним очень быстро и хорошо работал апачи то очень много думает преобразует так далее а потом ставилось так чтобы апачи генерил динамический контент превращал статический отдавал нгинксу и дальше работал в результате как всегда бывает нгинкс стал таким же большим динамическим сервером как апачи при этом он развивается быстрее с наверно все-таки лучше у него архитектура и на нем пробуют всякие изыски типа хаттп пополамы хаттп натрий ну в общем такой вот он экспериментальный немножко сервер значит прокси сервера промежуточные для разных вещей но сквит и упс например исключительно для каширования сделаны каширование может быть тоже в разных вариантах потом у нас прокси сервера могут выполнять некую административную роль для улучшения безопасности и так далее ну и как вариант промежуточный сервер опять же являющийся прокси сервером для другого это вот то что мы сейчас обсудили про мгинкс когда у нас в архитектуре строится несколько серверов подряд и они каждый выполняет свою функцию ну и еще конечно вот такие сервера типа ангинкса которые статика вырабатывают хорошо ставить на load balancing мы поставим их на нескольких машинах машинах и они будут брать один динамический контент и отдавать разным пользователям ну естественно у нас хтп работает по запросу ответу как и должен позавис что что это